С вами Николай Пивенко в проекте Дата. Сегодня 11 ноября. Международный день энергосбережения. Цель этого дня привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Также сегодня в стране отмечается день экономиста, а в мире всемирный день шопинга. Все началось в 2009 году, когда известная интернет-площадка из Поднебесной осуществила этот проект, проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот своеобразный праздник был ко дню холостяка, который отмечается в Китае, также 11 ноября. Видимо, холостяк и шопинг как-то связаны. Между собой. О родившихся в 1821 году 11 ноября появился на свет Федор Достоевский. Писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской академии наук с 1877 года. Имя Достоевского знают во всем мире и почитают по сей день. В 1891 году рождается Лили Брик, муза русского авангарда, хозяйка одного из самых известных в 20 веке литературно-художественных салонов, адресат произведения Владимира Маяковского, которая сыграла огромную роль в жизни поэта. 1934 год, день рождения Вилли Токарева, советского, американского, российского певца и очень интересного человека. У меня было с ним несколько встреч, и поверьте, это был настолько увлекавшийся человек, который прожил очень долгую жизнь, в которой было много трудностей, но он всегда делал то, что хочет. 1962 год, в этот мир приходит Дэми Мур, американская актриса, которая выросла в неблагополучной семье. В 16 лет к тому же бросила школу, чтобы работать, ой-ой-ой, в модельном агентстве. Говорят, там она познакомилась с Настасьей Кински, которая и посоветовала девушке попробовать себя в качестве актрисы. Есть и другая версия, мол, в киноиндустрию Дэми попала благодаря матери, которая имела связи на телевидении. Якобы именно мама похлопотала о первой роли для дочери в сериале «Больница общего профиля». Этим фильмом начинается кинематографическая биография Дэми Мур. В 1974 году рождается Леонардо Ди Каприо, американский киноактер. Интересно, что свое имя он получил, еще не родившись. Когда его родители хиппи во время медового месяца осматривали достопримечательности Лувра, малыш дал о себе знать, легонько пнув маму ножкой. Как раз в этот момент молодожены увидели воочию знаменитую улыбку Джоконды и, посчитав это совпадение знаком свыше, назвали мальчика в честь великого да Винчи Леонардо. Событие дня. 1480 год. Окончание стояния на Угре. Конец татаро-монгольского владычества на Руси. Все это происходило между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном Третьим, вызванным отказом платить Москвой Орде ежегодную дань. Теперь же московское государство стало полностью независимым. 1790 год. Французский путешественник Пьер Бланкшир привез в Марсель из Японии хризантемы. Изображения этих цветов археологи находят на осколках мраморных и гончарных изделий, в орнаментах древних сооружений, в узорах восточного фарфора и даже на монетах, которые сохранились с древнейших времен. Хризантемы возвращают молодость и здоровье и олицетворяют верность, а китаянки любят украшать этими цветами своей прически. 1816 год. Император Александр I утвердил постановление о тротуарах. Они должны были устраиваться, цитата, из гранитных камней или плит шириной два оршина, чуть менее полутора метров по обеим сторонам улиц. По краям должны были стоять единообразные столбики из гранита или чугуна. Тротуары в Санкт-Петербурге существовали и до этого, но теперь у них появилось, скажем так, законодательная основа. 1923 год. Подножие Парижской триумфальной арки. Пятое годовщина окончания Первой мировой войны. И вот вспыхнул вечный огонь над могилой неизвестного солдата. Его зажигает министр обороны Андре Можино, инициатор создания оборонительной линии, которую в 1940 году немецкие войска обошли с севера через Орденские горы. Этот вечный огонь стал фактически первым в мире государственным мемориальным огнем, ну, во всяком случае, после того, как в 391 году по распоряжению византийского императора Феодосия Первого христианина был погашен культовый костер, который веками горел в римском храме богини домашнего очага Весты. 1951 год. Американские инженеры-изобретатели Джон Малин и Уэйн Джонсон демонстрируют первый видеопроигрыватель. Устройство внушительного размера, изображение не отличалось особой четкостью и резкостью, но все же это первая очень удачная попытка, что называется, поймать телевизионный сигнал и зафиксировать его на видеопленку. Таким образом, создается прототип первого бытового видеомагнитофона, сконструированного четыре года спустя, Рэем Долби. Да-да, создателем Долби Диджитал, Чайльзом Гинсбергом и еще одним Чайльзом Андерсоном. 1979 год. Премьера телевизионного художественного фильма режиссера Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». В городе лютует банда «Черная кошка», наводя ужас на москвичей. В схватку с бандитами вступает капитан Глеб Жеглов, для которого Шарапов, Владимир Шарапов, вскоре становится правой рукой. Капитан Жеглов в этой картине, снятый по роману «Братья Вайнеров» режиссером Говорухиным, одна из самых ярких ролей Владимира Высоцкого. 1987 год. По стране ползут слухи. Борис Ельцин отстранен от должности первого секретаря Московского городского комитета КПСС после того, как он якобы выступил с критикой медленного проведения реформ. В этот же день на аукционе Сотби в Нью-Йорке картина Винсента Ван Гога «Ирисы» была продана почти за 54 миллиона долларов австралийскому магнату Аллану Бонду. Кстати, имя названо, а это большая редкость, обычно оно держится в тайне. Отмечу, что полотна художника высоко оценивались на всех аукционах мира. Так, картина «Портрет доктора Гоше» была продана в 1990 году за 82,5 миллиона долларов, а «Автопортрет» в 1998 году почти за 72 миллиона долларов. Ну и еще одно событие. 1837 год. Состоялось торжественное открытие первой железной дороги протяженностью в 24 версты, это примерно 25,6 километра, которая соединила Петербург с Царским Селом. В тот день в газете «Ведомости» появляется заметка. Была суббота, горожане стекались к старой полковой церкви в ведение у Семеновского плаца. Они знали, что открывается необычная железная дорога и стальной конь, везущий сразу много-много карет. Впервые отправятся в путь. Ровно в 12 часов 30 минут крохотный локомотив дал пронзительный свисток, и 8 вагонов с благородной публикой отправились по маршруту Петербург-Царское село. В 1834 году Горное ведомство России пригласило к себе на работу профессора Венского политехнического института, строителя первой железной дороги общего пользования в Европе фон Герстнера. Он предоставил Николаю Первому доклад о необходимости строительства железных дорог в стране, в том числе и магистрали, которые и свяжут Петербург и Москву. Торжественное открытие всей линии Царской сельской железной дороги в присутствии всех министров и дипломатического корпуса состоялось 11 ноября 1837-го. Первым рейсом из Петербурга в Царское село, кстати, управлял сам Герстнер. До обводного канала в целях безопасности поезд шел медленно и лишь перейдя мост, начал набирать скорость. Через 35 минут под громкие рукоплескания и крики «Ура!» встречающих поезд подошел к платформе станции Царское село. Но оттуда в двух больших залах, приехавших ожидали накрытые столы, состоялся торжественный банкет. Открытие железной дороги вызвало небывалый резонанс в обществе. Всюду на плакатах, газетах и даже на конфетах появились изображения паровозов. На сцене Александринского театра давали водевиль поездка в Царское село, в котором главная роль была отведена кому? Правильно, паровозу. С вами был Николай Пельненко в проекте «Дата».